Особое мнение на 101FM Мне хотелось бы узнать, откуда есть информация у Сергея Мамаева про эти деньги. Про деньги госдепа. Да, да, да. Где этот канал, который я ни разу не видел и не знаю. Поэтому я думаю, что прокуратура узнает эту информацию. И если это ложь, тогда мы подадим в суд. Если это правда, ну что ж, тогда будет интересно, мы ее выложим и расскажем, откуда этот канал, откуда эти деньги поступают. Возможно, они через КПРФ поступают, может еще как-то. А, то есть вы не знаете, откуда деньги КПРФ знает, да? Да, да, да. Так, Вадим, про нас ведь зарегистрированная партия официальная, со всеми документами положенными. Я не очень понимаю, как это. То есть я партию никогда не регистрировала. Вы зарегистрированы в Минюстер. Ну, это то же самое, да, что любую фирму зарегистрировать, да. Источники вашего финансирования в Минюстер известны. Известны, Минюстер известны, да. Мы каждый квартал отчитываемся. Претензии к вам были по поводу финансирования? Ни разу. Ни разу не было. Были ли попытки, я знаю, вот эта история тоже не очень мне, конечно, знакомая, с признанием там организации или какого-то движения или еще чего-то иностранным агентам. Были попытки Парнас каким-то образом? Конечно же не было. Не было попыток. Есть закон, что если будет известно, что партия финансируется другими странами, другими там организациями, которые за границей, есть право лишить регистрацию этой партии. Так, но попыток таких пока не предпринимал. Нет, ни разу еще не было. Ни в Москве, ни в Кирове, ни в других городах такого не было. Как давно отделение Парнас в Кировской области зарегистрировано? Так, это был декабрь 2016 год. Значит, уже три года мы существуем. Почти три года? Да, и раз в квартал мы отчитываемся, пишем финансовые отчеты. За три года, каждые три месяца вы пишете финансовые отчеты, претензий к вам по поводу иностранного финансирования ни разу не возникало. То есть у нас нулевые даже доходы. Хорошо, я, простите, а на что тогда вы живете? Ну то есть это для вас? Дело в том, что нам не нужен бюджет, у нас нет ни офиса, у нас нет ни ставок. То, что мы проводим митинги, мы сами сбрасываемся здесь. А, ну то есть на добровольных каких-то началах? Конечно. Вы вкладываетесь? То, что нам дала партия, это дала только флаги. Так. Что еще? Ну в смысле центральное отделение, да? Да, из Москвы, да. То есть я привез какую-то литературу, флаги, все. Все, что от колонки, все, что есть, это все на наши деньги, собственно, куплены. Так, понятно. Ну то есть никаких подтвержденных данных о том, что вам приходят деньги из-за границы. Поэтому мне стало интересно, да, откуда у него такая информация появилась. Ну хорошо, мы Сергея Павлиновича тоже при случае спросим, ну и посмотрим, что вам ответит прокуратура на ваш запрос после того, как вы его напишите. Я напоминаю нашим слушателям, что участвовать в нашей беседе с Вадимом Анонином, председателем партии Парнас Кировской области, можете и вы. Посредством специальной формы на нашем сайте, через которую можно задавать вопросы. И вопрос уже есть, он касается участия вашего как раз вот в протестных каких-то мероприятиях, митингах, пикетах и прочего. Но вот мы когда ближе к этой теме перейдем, я вопрос обязательно задам. А сейчас давайте все-таки по ближайшим событиям поговорим, которые вы планируете организовывать. Насколько я понимаю, 22 сентября будет митинг, в котором вы являетесь организаторами. Это будет митинг, который проводит только Парнас или вместе с вами есть еще кто-то? Нет, дело в том, что это проводят как раз просто эко-активисты. Эко-активисты, кировские. Да, то, что мы проводили уже несколько раз вот эти митинги, и поэтому мы его называем гражданский митинг. Так. То есть туда могут прийти не обязательно там люди из партии, из любого движения. Вадим, сейчас я уточню. Все-таки вы организатор этого митинга или организаторы какие-то частные лица? Я организатор. Так. В уведомлении стоит фамилия моя, она не, и Семенов. Угу. То есть два человека организаторы. Это два, да, два заявителя, но в оргкомитет у нас уже входят шесть человек. Это известные активисты, они какие-то организации представляют, или это граждане просто? Пока мы вот сегодня собираемся второй раз, вот пока я думаю, что это, наверное, не так широко известное, но если, скажем, там, Семенов из штаба Навального, когда-то он там был, вот, Марина Светлана, тоже люди уже ее знают на митингах. Светлана Потавала вместе с вами, по-моему, недавно документы в Гордуму на довыборы. А, ну да, да, да. Вот отсюда я помню ее фамилию, да. То, что мы являемся, и Светлана, и я членами Парнаса, это не говорит, что это партийный будет митинг. То есть он будет свободный, открытый, может приходить любой желающий, и он уже согласован. Да, это будет свободный митинг, он уже согласован, с символикой мы приглашаем любые партии, то есть не будем, у нас нет цензуры. Когда мы проводим митинги, у нас нет цензуры на плакаты, нет цензуры на символику. В отличие от других, например, как вот КПРФ, они запрещают нам поднимать свои флаги. У них есть цензура на высказывания, есть цензура на плакаты. Если они организаторы, они представителям других политических сил не разрешают никак себя идентифицировать. Был такой случай, да, да. То есть они подошли с полицией, хотели заставить меня убрать флаги, но я им объяснил, что в законе нет такого права, чтобы убирать символику. Партия Парнас, это незапрещенная партия, поэтому мы договорились с полицией, что я так останусь со своими флагами. Митинг где будет проходить? Там же, у Степана Хлатурина, это единственное место. Гайдпарк. Да, да, наш Гайдпарк, где нам разрешают проводить. У вас уведомление подано на какое количество участников? На 2000. 2000 человек. 22 число, это воскресенье. Да. В 12 часов. В 12 часов, с полудня. Повестка будет какой? Ну, мы подали там многие, то есть много целей. Одна из целей, это, конечно, обсуждение объекта Мородыковский, где будут у нас уничтожаться, утилизироваться отходы первого и второго класса опасности. Ну, пока еще непонятно окончательно, будут или нет, но разговоры об этом идут, действительно. И пока еще вообще непонятно, что за отходы. Вот поэтому мы против выступаем, и у нас, конечно, цель спросить, нужен ли этот завод у народа, то есть провести референдум. Поэтому на митинге... В смысле, подождите, подождите, подождите. Провести референдум, общий областной, региональный референдум? Мы планируем создать и региональный, и всероссийский. Я вот сейчас расскажу потом про партийный наш референдум, всероссийский. Так. Я думаю, что здесь нам не составит труда собрать, для общего регионального нужно 20 человек провести собрание, чтобы пришло 20 человек, а на всероссийский нужно уже 100 человек собрать. Вадим, подождите, давайте мы немножко все-таки слушать, поясним. Значит, на митинге 22-го числа, в воскресенье, в сквере у памятника Степану Халтурину, вы будете собирать подписи людей за возможность проведения референдума? Или вы прямо там что-то собираетесь? Нет, мы просто будем обсуждать. Будете обсуждать, насколько он нужен. Насколько он нужен. Ну и расскажем людям, что такое референдум, для чего он нужен, потому что люди сомневаются, нужен ли он. Вадим, вот какая история. Мне кажется, мало людей сомневается, нужен или не нужен референдум. У нас есть опросы, и там 10% сказали, что мы не желаем референдума. Ну, 10% и 100% это каждый десятый, это очень небольшое количество, все остальные считают, что нужен. Процентов 80, да. Вопрос в другом. Просто референдум это такая история, которая затратная в том числе. Смысл проводить референдум по вопросу, нужно или не нужно перепрофилировать Мородыкова в предприятие по уничтожению опасных отходов. Мне кажется, ответ на этот вопрос, он сам собой подразумевается. И там недавний пример Валерия Семенищева, который тоже занимается темой Мородыкова, это показал. То есть люди, которые подходили к ним на улицах, голосовали, там заполняли специальные квиточки, вырезанные из газеты. Большинство из них, разумеется, против. А чем отличается... То есть мысль проводить референдум, ответ на который заведомо известен. Смотри, дело в том, что референдум имеет законодательное решение. Так. А все опросы, все вот там голосования, они имеют, ну, даже не рекомендательное, а просто познавательное. А если мы проведем референдум или всероссийский, или региональный, у власти уже не останется какого-то второго или третьего варианта. Они точно должны поступить так, как написано в референдуме. То есть они результаты референдума должны признать. Да. Должны признать. И на законодательном уровне должны это сделать. Кто принимает решение о том, будет референдум или нет? Вот эти 20 человек. А, вернее, нет, сначала проводят собрание. 20 человек решает, что он нужен. Да. Дальше эти бумаги подаются куда? В избирком. В избирком. Да. И депутаты, наши ЗАГС собрания должны решить. Нужен референдум или не нужен? Да. Вернее, не то, что нужен, а разрешаем мы его провести или не разрешаем? Так вопрос будет стоять. Разрешаем или не разрешаем? Если они разрешат, и референдум будет проведен, судя по результатам опросов, судя по результатам исследований каких-то, которые в социальных сетях публикуются и прочее, большая часть участников референдума, но я предполагаю пока, мне так кажется, все-таки скажут, что нам этот завод здесь не нужен. Депутаты заинтересованы в этом? А вот мы и посмотрим. Вы посмотрите. Мы увидим, ответ будет именно дан, да или нет, отрицательный или положительный. Хорошо. То есть 22-го числа вы будете решать, надо ли собирать вот эти 20 человек. Мы обсудим, да. Да, которые бы написали требования, не знаю, в какой форме это пишется, заявку в избирком о проведении референдума. Да, просто уведомление. И дальше будете смотреть. Что еще 22-го числа на митинге будет обсуждаться? 22-го сентября это придумали, подали, вернее, заявку, это активисты ШИЭСа. Так. Они объявили это всероссийской акцией протеста. Наши соседи, Архангельская область. Да, да, да. Всероссийский экологический протест, как-то так это, по-моему, называется. Да, нас поддержали, вернее, их поддержали вот Вологодская область. Ну, тоже соседи, тоже зацеплены. Да, да, все по северу. И мы, кировчане, мы уже первый гражданский митинг был 3-го февраля, мы его тоже поддерживали, то есть с активистами мы очень тесно общаемся, вот в чем-то советуемся, в чем-то обсуждаем вот эти планы. Поэтому мы решили поддержать именно на втором гражданском протесте и будем обсуждать и показывать пример. Например, я уже веду сейчас переговоры, кто приедет к нам из ШИЭСа. А, то есть будут выступающие на городе. Да, люди будут из Святовкары или из Архангельска. Они нам расскажут и покажут, наверное, пример. Что там происходит? На самом деле, это вот пример ведь большой. Вадим Ананин, в нашей студии, председатель партии Парнас в Кировской области. У нас по регламенту небольшой полуминутный перерыв, и мы вернемся. Особое мнение на 101FM. Давай дальше проверить. Вадим Ананин, в нашей студии, председатель партии Парнас в Кировской области. Мы продолжаем промитинг 22 сентября. Это ближайшее воскресенье. Мероприятие согласовано пройдет в сквере у памятника Степану Халтурину. Повестка экологическая. Предполагается участие людей, которые протестовали против ввоза мусора в ШИЭС. Архангельская область. То есть пока не определено, кто приедет, но кто-то будет. Либо из Коми, либо из Архангельской области. Кто расскажет, что происходит там сейчас, что происходило там в течение последних месяцев, наверное. Потому что вот эта точка горячая не неделю и не две. Год уже. Год уже. Вот. И, собственно говоря, на том же митинге планируется, возможно, принять решение о том, нужно ли создавать специальную группу людей, которые будут писать заявку в избирком по поводу референдума. Это касается уже Марадыкова. Что еще вы хотите? Также мы будем обсуждать экологические права жителей. На самом деле права эти неизвестны. Ну как, у нас, подождите, вот по-моему, где-то то ли в Конституции, то ли еще где-то у нас записано, что мы имеем право на безопасность совершенно жизни, в том числе экологической. На безопасную окружающую среду, да. У нас есть Конституции, законы про свободу собрания, у нас есть про референдум. Конституция – это ругательное слово в Российской Федерации, современное. Но дело в том, что эти права мы будем как раз обсуждать и, наверное, информировать наших жителей. И нужно им пользоваться, уметь. Анонс этого митинга где может быть размещен еще? То есть он пока в социальных сетях, вот я его не видела. Он есть в социальных сетях? Ваших группах есть? Нет, 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 Марадыковский и референдум в Киевской области. Это ВКонтакте. Ну и то же самое в Фейсбуке. Так, Вадим Анонин, я сейчас задам вам вопрос от нашего слушателя, который, к сожалению, не представился. Вопрос размещен на нашем сайте. Он касается, кстати, участия в протестных акциях. Я сейчас его зачитаю. Что вы будете делать, чем заниматься, когда не будет поводов для протестных мероприятий? Ведь для кого война? Для вас мать родна. Чем хуже людям, тем лучше для вас. Вы на волне протеста только и существуете, тщательно выискивая поводы. Против чего бы еще постоять с плакатом? Как бы еще засветиться и отчитаться в Москву? А потом флаги получить и литературу из Москвы. Чем будете заниматься после того, как закончатся поводы для протестных мероприятий? Я для себя знаю точно, что я занимаюсь не протестом. Я занимаюсь политикой. Я занимаюсь какой-то общественной деятельностью. То, что туда входят протестные акции как один из инструментов, это нормально. Это нормально, потому что это как раз тот пик, который говорит, что здесь горячо. То есть власть должна чувствовать, что это как предупреждение для власти. Когда будут нормальные времена, когда наша партия, например, придет к власти, тогда я тоже самое буду оставаться в политике и буду заниматься именно другими. А если партия не придет к власти, вообще, что вы имеете в виду, придет к власти? То есть какое-то представительство получат в каких-то из органов власти? То есть не в Кремль сядет? То есть не это вы имеете в виду? Или это тоже? Ну почему? Никто не говорит, что мы не претендуем на власть. То есть мы можем выдвинуть своего президента. Так. Не запрещено российским законодательством. То есть партия, наверное, для этого партия и строится. Понятно. То есть мы думаем, что придет к власти, это как раз иметь своего президента или консолидировано с кем-то договориться. А если иметь просто представительство в органах власти? Такая история. Это имеешь в виду парламенты? Да, парламенты. Нет, с этого и нужно начинать. Это самое маленькое. Да, собрание поселковое. Есть такие примеры, когда наши проходили в областное законодательное собрание, например, это Кострома, вернее Ярославль, когда Борис Немцов стал депутатом Ярославской областной думы. Вот. Хороший пример. Хороший пример. И я думаю, что не случись вот это ужасное убийство, он был бы сейчас в Госдуме. Так. Ну, в общем, протест не самоцель для вас. Нет. Протест не самоцель. Протест не самоцель. А есть вот ощущение такое у людей, у многих, которые не очень хорошо к вашей партии относятся и к оппозиции несистемной в целом относятся не очень хорошо. Есть такое мнение, что вы действительно пытаетесь выискивать какие-то поводы, такие проблемные, серьезные, для того, чтобы к ним, ну, что называется, примазаться там, да, присоседиться, присоединиться и на этой волне заработать себе какие-то очки. И у меня вот сейчас вопрос к вам. А это вообще такая стандартная история? То есть в политике все так поступают? Все работают с какой-то протестной повесткой, чтобы засветиться? Это нормально? А посмотрите партии. Все, кроме Единой России, даже, кстати, Единой России иногда эту повестку берет. Вот пока я, правда, не припомню, но раз они создали ОНФ, Народный фронт, она как раз и выискивает такие проблемные точки, потому что она стоит у власти, Единой Россия. И, как бы, получается, что, получается, саму себя критиковать она не может, а другие партии, конечно, будут заниматься протестной деятельностью. Потому что каждой партии надо быть узнаваемой. Ну, а как? Ведь партии, наверное, для этого и создаются. А где границы между защитой интересов людей, там, да, и работой в интересах людей и стремлением, там, заполучить какие-то дополнительные очки и завоевать популярность? Есть границы или две вещи взаимосвязаны? Ну, давай сначала разделим, наверное, очки и популярность. Потому что, когда мы зарабатываем политические очки, это одно. Популярность зарабатывают, я думаю, что это звезды. А музыкальные, там, еще какие-то, да? Ну, почему говорят популярный политик? Нет? Не говорят так? Я не слышал такого. Для меня популярность не то, что не отрицательная, не положительная, это обыкновенное слово. Вот. Если он популярный для кого-то, да, то, я думаю, это нормально. В этом я плохого тоже ничего не вижу. Главное, чтобы это не была популярность такой, то, что избитая. Если бы она, если она делается на крови, на чем-то еще, вот это я считаю. Это плохо. Плохо. Это плохо. Популярный политик, известный политик, политик или политическая сила, у которой есть узнаваемость, у которой есть наработанные репутации, для людей в решении их проблем полезнее, чем непопулярные политики. А как вы считаете? Я считаю, что это очевидная история. Это очевидно, конечно. Дело в том, что, когда мы проводим какие-то акции, нельзя назвать это популярной акцией. Возьмем пример. Каждый год я провожу акцию памяти Анны Политоковской. В октябре? Да. 7 октября, в день ее убийства. Каждый год мы проводим день памяти Бориса Немцова. В феврале, да? В феврале, да. В феврале, когда его убили. В день убийства, да. Можно ли назвать это зарабатыванием политических очков? Конечно, нет. И я даже, не будучи членом партии, проводил вот эти акции Анны Политоковской. Это, скорее всего, зависит, наверное, от человека, от его неравнодушия. И когда у меня просто сердце горит, и я чувствую, что надо, Вадим, это сделать. Тогда я иду и делаю. Хорошо. Такая повестка протестная. Ну, понятно, да, почему ее используют политики. Есть еще один референдум, о котором хотелось бы мне поговорить. Вы подавали заявку, если я не ошибаюсь, это было весной или в начале лета. Это было конец июня, да. Да, да, на проведение всероссийского референдума. Только вот я, к сожалению, сейчас не помню, это подавало ваше отделение или это подавал Парнас Федеральный? Дело в том, что в мае собралась инициативная группа в Москве под, конечно, руководством нашей партии Парнас в Москве. И эта группа зарегистрирована. Она приглашала как раз членов избиркома, которые были, присутствовали, и нотариусы. То есть там должен быть нотариус. Если в региональном не требуется присутствие нотариуса, то там должны быть 100 человек написать заявление. Они должны приняты быть нотариусом, заверены. Должен сидеть член избиркома, который контролирует все. Фиксирует это все. Фиксирует, да. Все это состояло, все прошло нормально. Собралось 170 человек, и в шапке там так и было написано, что город Москва, такая дата, и что присутствует 170 человек. В конце почему-то, когда, вернее, сдали документы в эту избирательную комиссию, комиссия, конечно же, отказала этой инициативной группе в том, что даже в шапке было написано 170 человек, а они написали, что у вас в конце не указаны вот эти 170 человек. То есть вот ищут любую запятую, чтобы не зарегистрировать. Вот. Поэтому сейчас партия Москва... То есть заявку о проведении референдума всероссийского не приняли? Не приняли? Да, да. Что происходит сейчас? Сейчас мы судимся. То есть партия в Москве сейчас подала в суд. Сейчас дело, наверное, уже в Верховном суде. Ну, посмотрим. А зачем вы судитесь? Проще, наверное, было снова собрать 170 человек, пригласить на тариусы, представителей избиркома. Нет, смотри. Я понимаю, что... Я подсчитывал бюджет. Сначала, как делается североссийский референдум. В любом городе собирается 100 человек. Это самая главная первая группа. Если ее регистрируют, то в 40 регионах партия Парнас должна была провести точно такие же группы по 100 человек. Их так же самое зарегистрировать, но их уже будет легче зарегистрировать, потому что самое главное уже зарегистрировано. Так. Сложная система. Очень. Да, сложно. И в течение месяца нам нужно было собрать 2 миллиона подписей. И только тогда эти 2 миллиона мы несем в избирком, их проверяют. Если находят там какой-то брак, там 5%, их возвращают. То есть референдум опять закрывается. То есть это очень многоступенчато вот такая... И очень сложно ее пройти. Потом, если нет брака, то есть все нормально, только тогда они назначают дату выборов. Вернее, дату референдума на выборы. И тогда, опять же, под вопросом референдума, если на этот референдум должно прийти проголосовать больше 50%, 51%, если приходит, скажем, 45% населения, это референдум несостоявшийся. Несостоявшийся. В Кировской области сделаем сейчас небольшой перерыв на рекламу и вернемся у нас еще несколько тем впереди. Председатель партии Парнас в Кировской области Вадим Ананин в нашей студии. Мы продолжаем еще немножко про всероссийский референдум поговорим. Тот, который в мае планировалось каким-то образом официально назначить, не назначить. Да, ну вот с тех пор, собственно, тянется история, пошли активисты и инициаторы референдума в суды. Там, насколько я понимаю, повестка тоже такая, ну, отчасти экологическая, да, отчасти политическая. Она, да, для всех именно граждан России, потому что первый вопрос был, это нужны ли прямые выборы мэров, так как у нас сейчас в большинстве городов нет таких прямых выборов мэров. Почти нигде нет. Ну да, я думаю, процентов 90-80 нет. Потом нужна ли нам такая мусорная реформа, которую нам предъявили с 1 января, и когда люди буквально в январе и феврале уже вышли на митинги. Так. Вот. Нужна ли нам в таком виде, который нам дают пенсионная реформа? И мы как раз с четвертым вопросом хотели поговорить, чтобы ввоз ТКО решался тоже населением этой области, куда будут ввозиться из других регионов. То есть, если, например, какая-то область скажет, да, мы готовы принимать московский мусор, но нам нужно то-то и то-то, то-то. Да. Но на таких-то условиях. Да. Тогда все нормально, референдум местный проходит, и область принимает решения. А не так, когда правительство говорит, все, с завтрашнего дня мы привозим к вам такие-то отходы, и вы должны принять и должны их содержать на своей земле. Вадим, вот все как бы понятно с этим референдумом, и список вопросов вполне там четко сформулирован и прочее, но я вот честно скажу, я не знаю, есть ли смысл проводить этот референдум, потому что я примерно предполагаю, что скажут люди. Какой ответ будет на каждый из этих вопросов? Смысл не стоит, нужно ли проводить его или нет. Да. Нужна ли мусорная реформа в том виде, в котором есть? Нет. Нужна ли пенсионная? Конечно же нет. Нужен ли ввоз такого бессогласия народа в тот или иной регион? Конечно же нет. Ну, то есть все вопросы, они абсолютно на поверхности ответы на эти вопросы. А смотри, вот этот референдум, на самом деле, я сейчас подумал, да, возможно, он бы даже не нужен был бы, если у нас был бы нормальный парламент, если у нас были нормальные выборы. Ну, вот, к сожалению, у нас тот парламент, который есть, и выборы в такой форме, в которой есть. Да, почему любая фракция не поднимает вот этот вопрос на парламент? Почему не поднимает? Или даже поднимает, но большинство голосов, наверное, против. Нет, вопрос в другом. Вопрос в том, что в большинстве парламентов мы все понимаем, да, чьи силы представлены, да, а в партии власти очень сильная дисциплина. Как сказали, так и будут голосовать, к сожалению. Вот, поэтому парламент не место для дискуссий. Вот, поэтому мы и проводим референдум. И вопрос не звучит так, что нужен он или не нужен. Он нужен. А вот допустят его или нет, вот это большой вопрос, да. Потому что власти очень он не нужен. Десять минут у нас остается. И я предлагаю обратиться, наверное, еще к протестным акциям. Насколько я понимаю, вы ведете какую-то статистику по Кировской области и по количеству тех мероприятий, которые вы инициируете, вы, я имею в виду, Парнас, да, и в которых вам либо отказывают, либо согласуют. А статистика, она одна. Да, я помню, вы приходите, нам рассказывали, да. С 16-го года я до сих пор ни разу не согласовал ни один митинг, ни одно шествие в городе Кирове. Подождите, только что вы сказали, что 22 сентября согласен. Это гайд-парк. А, то есть там? Там они разрешают, да. Это вот единственное место, где можно провести митинг. Но, а где я могу провести шествие или демонстрацию? А ходите там кругами. Вот только так. С флагами? Да. Или поезжайте в Дороничи. Они мне предлагали, поезжай в Дороничи и провели там шествие. В Дороничи тоже Киров официально, нет никаких проблем, пожалуйста. Я специально съездил, посмотрел это поле футбольное, которое они мне предложили. И специально посмотрел дорожку, где они мне предложили провести шествие. То есть там буквально метра три дорога, и сразу же начинаются садовые домики. Ну там не садовые, а нормальные. Ну дачные участки. Дачные домики, да. Конечно, это маразм. Когда мы по дачникам будем проводить митинги, да. Нет, ну вопрос тут в том, что, конечно, вы можете, наверное, организовать желающих там, да, и перевозку в Дороничи и прочее, но тут дачники вам спасибо не скажут, если вы туда привезете людей на автобусах, которые хотят принять участие в шествии. Такие насмешки, конечно, принимать, я думаю, это... Я правильно понимаю, что эта проблема настолько серьезна, что вы обращаетесь в Совет по правам человека. Да, это... Я уже везде обращался, у меня уже больше 20 исков только в судах, и из них два иска было выиграно, а остальные, конечно, я проиграл. Так. И я сам не ожидал, что вот 8-го числа мы подавали заявку в Мирном, хотели провести митинг, и нам отказали его. В Мирном это по поводу Морадыкова, 8-го сентября. Да, 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 8-го сентября, да. А администрация, конечно, нам не согласовала. Я написал иск и отправил почтой в Оречевский районный суд, и, конечно, я не ожидал, что он станет на мою сторону. Так, а что теперь? То есть они полностью... То есть они поддержали, они сказали, что митинг надо было разрешить. Да, смотри, суд состоялся в субботу. В какого числа? Седьмого числа. Седьмого числа. Так, седьмого числа суд сказал, что неправильно, надо было согласовывать. Да, то есть они сказали, что действия главы администрации посчитали незаконными. Так. Заставили выплатить ее госпошлину мне. Большая? 300 рублей. Да. Госпошлина 300 рублей. И согласовать это мероприятие. И уже вечером в субботу я получил от нее письмо, что она согласовывает это мероприятие. Ну, глава Ирины Смердова. И, соответственно, восьмого числа мы провели митинг. То есть у нас было несколько часов, чтобы позвать народ. Вечер. То есть, да, призывать людей на несанкционированные мероприятия незаконно. Не стали, конечно. Незаконно. Высобили закон. Много ли народу пришло? Я не считал, но там были люди, которые, по их словам, примерно человек 50. Человек 50. Мы стояли там два часа. Ну, для мирного немало. Было жарко, да. И не было никакого информирования. Поэтому, я думаю, это нормально. Была резолюция по итогам этого митинга в мирном? Да, была резолюция. Что там записано и куда вы ее унесли? Там многое, что было написано. Мы отправили в правительство области, в правительство страны, президенту, губернатору, в прокуратуру. Нет, в Следственный комитет мы не отправляли, а мы подали в избирком. Что там было написано? У каждого, куда мы отправляли, мы выставляли требования. Вот. Если мы отправляли Путину, то там, конечно, было наше требование, чтобы соблюдали все статьи Конституции на свободу собраний, на экологическую, окружающую среду. А губернатору то же самое заявили, что у нас не соблюдается статья 31 и статья 3 Конституции. Так, дальше. В избирком мы настоятельно попросили, чтобы документы были рассмотрены и не было нам препонов насчет референдума. То же самое мы написали в законодательное собрание, чтобы они поддержали нас с этим референдумом. Реакция какая-то уже была или нет? Нет, это в течение месяца мы должны получить. В течение месяца. То есть резолюцию вы отправляли, я так понимаю, 9 числа на следующий день после битинга. Да, да. То есть числа 9 октября, 8 мы должны от всех получить. И мы в своей странице в соцсетях, конечно, выложим все эти ответы. Ответы на вашу резолюцию. И то же самое, 22 сентября мы будем принимать резолюцию. Я думаю, что многие пункты туда войдут. Жители Мирного просили внести именно, чтобы им вернули станционар в их районную больницу. Вернее, в поселковой. У них года два отобрали. То есть там нет больницы, в которых можно лежать. Там осталось 2 или 3 врача. Ну, вот тут вопрос, конечно, такой сложный. Я не знаю, если там заработают крупные предприятия, то, возможно, там будет и больница тоже. И тут люди, жители Мирного, не знаю, будут ли они на вашей стороне с точки зрения протеста против перепрофилирования завода. Или скажут, что лучше уж больница, ну пусть работает тогда. Ладно, мы еще вернемся сейчас к Совету по правам человека. Я, насколько понимаю, вы приглашали в Киров Михаила Федотова. Да. Я посмотрел на его сайте и узнал, что они проводят внеочередные выездные заседания. Совета по правам человека. Да, Совета по правам человека. И ни разу не были в Кировской области. А они проводят по каким-то конкретным поводам? Да, да, да. Или это неважно? Ну, там, видимо, делается повестка. Нет, должно что-то произойти в том регионе, куда едет Совет по правам человека? Необязательно, я думаю. Необязательно. И если, например, они проводят, например, в Башкирии, по поводу как раз статьи 31 Конституции, когда запрещается, там то же самое, как у нас в Кирове, нельзя проводить митинги, шествия. Но это в большинстве городов. Но есть такие вот города, где с 16-го года ни разу не проводилось митингов в городе. Поэтому, например, последнее было, не последнее, а одно, которое меня заинтересовало, это выездное заседание. Я его прочитал, прочитал протокол как раз про свободу собраний. Поэтому я хочу, поднял в своем письме вот эти проблемы, вопросы свободы собраний, про Марадыкова. Потому что, когда военные строили этот завод по уничтожению химоружия, они обещали, что после этого ничего не будет. Завод разберут, и будет чистая земля, или построят, например, там любую фабрику. Ну, у нас рассматривалась история с фармацевтическим производством, мебельные, по-моему, были какие-то. Я хотел туда зайти. Нормальное производство? То есть там землю отравляли химоружием, сейчас будут землю и воздух отравлять еще этим. Там же будет печка, которая будет сжигать диоксины. Ну, тут вот все надо, конечно, смотреть. Без документации, которую пока нам не представили, мы не можем ничего говорить. Никакие будут печки, не будут ли они там вообще. Это мы скоро узнаем уже в ноябре или когда в декабре. Ну, и возвращаясь к выездным заседаниям Совета по правам человека, председателем которого является Михаил Федотов, да, было ему отправлено приглашение. Конечно. Так. В тем днем, когда мне... Я почему написал вам письмо? Потому что, ну, это опять был произвол властей. 22 августа, у нас день российского флага. Мне опять не дали не правительство области, я написал заявление, вернее, уведомление в правительство области и в мэрию. Они оба мне отказали. Не дали провести шествие. Да, 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 шествие российского флага. Вы написали человеку с просьбой приехать и обсудить все-таки ситуацию с запретами уличных акций и публичных мероприятий в Кировской области. Ну, вот так выходит, что в Кировской области не про всю, я сейчас говорю, а про Киров. Про Киров. Потому что, получается, в мирном можно митинги проводить в центре. Вот. А в Кирове нельзя митинги проводить в центре. То есть мы должны ехать на окраину и там проводить. Потому что в Кирове есть гайдпарк. Ну, это окраина города, это не центр. Ну, как сказать, возле вечного огня. Мы проводили у администрации. У нас остается совсем немного времени, Вадим. Я прошу прощения, что я так немножечко обрываю резко. Значит, Михаилу Федотову вы письмо отправили. В какие сроки ожидается ответ? Приедет, не приедет, будет, не будет? Там срок тоже 30 дней. Тоже 30 дней. Когда вы отправили ответ? Так, 22 или 23, я уже сейчас не помню. 22 или 23 сентября. То есть фактически уже... А, кстати, вот уже скоро, да. Буквально через неделю, в течение недели должен прийти ответ, будет или нет. И я, насколько понимаю, у вас к Михаилу Федотову будет еще один вопрос. Вопрос касается возможности установки в Кирове памятника Сталина. Да, этот вопрос мы хотели бы обсудить и провести форум здесь, где бы мы обсудили, во-первых, вот эту повестку и политзаключенных, которые... не политзаключенных, а политрепрессированных. Жертв незаконных политических репрессий. Как раз он возглавляет эту комиссию там в Совете по правам человека. Так, хорошо. Вадим Ананин, представитель партии Парнас в Кировской области в нашей студии. Мы особое мнение должны завершать. Здравствуйте, я нашим слушателям по времени просто, вот уже все, не укладываемся. Напоминаю о том, что 22 сентября в Кировском гайдпарке, это сквер возле памятника Степана Халтурину, пройдет митинг, экологический митинг. Называется он там, я не знаю, «За экологические права жителей», где будут выступающие, возможно, из ШИЭСа, из КОМИ, да, ну, то есть об этом тоже пройдет речь, о крупных таких протестных акциях экологической направленности. Ну, и, естественно, тема Мородыкова тоже будет звучать, и там же на митинге будет определяться, проводить или не проводить референдум, да, начало в 12 часов. Вадиму, спасибо большое. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Вадим Ананин, председатель партии Парнас в Кировской области, был в нашей студии. Нестрашный человек, на агента Госдепа не похож. Вот, спасибо всем, до свидания.